Добрый день! Это передача «Акцент». У нас сегодня в гостях секретарь Союза журналистов России Косютин Владимир Леонидович. Здравствуйте! 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 Вы уже некоторое время у нас работаете в Якутии в рамках фестиваля прессы и успели ознакомиться с местной журналистикой. И хотелось узнать, как оцениваете работу нашего холдинга «Саха-Медиа»? Чтобы оценить комплексно и по-настоящему, нужно серьезно изучать контент, серьезно изучать самые разные продукты. Я могу только поделиться некими своими соображениями, потому что бывал в Якутии 10 лет назад, 5 лет назад, 4 года назад. Могу как бы некую динамику. Конечно, когда мы попали в медиа-центр, я сразу вспомнил наш первый приезд, это больше 10 лет назад. Здесь было невозможно работать, это была совсем плохая акустика, было сложно с презентациями. Мы приезжали в составе группы экспертов, и всем было очень сложно. И с точки зрения некой вот этой техники, и с точки зрения аудитории. Аудитория у нас были редакторы и журналисты, и мне тогда показалось, и мне, моим коллегам, что люди очень замкнуты как-то были тогда, и было сложно вызвать некую обратную связь. Все-таки за эти годы прошло довольно много лет, и видны изменения. Этот медиа-центр, который современен, который позволяет работать в любых условиях, весьма комфортно, прошли изменения и в персоналиях. Очень многие люди сегодня работают, новые люди в журналистике, наверное, в контенте. Я видел газеты, я видел сайты, я не могу сказать, что это там лучшие в мире проекты, но видно, что они стали гораздо более современны. И если говорите, например, о газетах, которые вы издаете, они стали весьма и весьма современны по дизайну, они очень сильно изменились. Поэтому, конечно, перемены есть, и перемены в лучшую сторону. Конечно, нельзя не сказать о том эксперименте, который вы издаете или с бесплатной прессой, с бесплатным распространением. Мы говорили об этом с уже, к сожалению, покойным Кириллом Алексеевым. Вот, и в прошлом году мы говорили, ему было все интересно, насколько это как бы вкладывается в те тренды, которые существуют сегодня в журналистике, в прессе, в разных странах, и в России в том числе. Ну да, наша страна, конечно, в этом смысле должна, наверное, быть где-то пионером, потому что вот эти сложные для распространения условия, что гигантские территории, очень сложные для доставки газет и сигналов, в том числе, требуют неких новых подходов и требуют понимания, как бы, некие новые нужные формы. И в этом смысле хорошо то, что вы экспериментируете, да, и пытаетесь как-то переломить вот эти, как бы, вот эту ситуацию вызванную, в том числе и с тем, что при Уф-Песе стало меньше денег, связанную с экономическими проблемами. Поэтому я могу сказать, что динамики есть, и динамики положительные. А вот этот подход с бесплатным распространением, такого подхода по России где-нибудь, у какого-нибудь региона уже был опыт? Ну, надо сказать, что да, есть. Я не могу сказать, что есть областные, там, да, региональные, большие газеты, которые сегодня выходят бесплатно, как-то так вот на память, государственные, на память не могу вспомнить. Есть частные, в каких-то городах, которые вот пытались и работают с бесплатным распространением. Есть городские газеты, газеты небольших городов. Ну, вот я вспоминал вчера город Сосновогорск, Ленинградская область, Сосновоборск, там, значит, выходит, газета городская стала выходить бесплатно. Есть регионы, которые думают о том, чтобы перевести всю местную прессу на бесплатное распространение. Ну, например, там, когда суммарный тираж не очень большой. И когда в регионе понимают, значит, издатели, что от распространения все равно доходов больших нет, а люди должны получать информацию и пытаются подобные подходы реализовать. Ну, здесь есть, конечно, и плюсы, есть и минусы, потому что самый главный минус – это как оценить эффективность работы редактора и коллектива. Если люди получают бесплатно, то как бы редактору надо себя держать и держать коллектив в хорошей форме, потому что, ну, как бы, есть все равно соблазн, а все равно возьмут, все равно прочтут. Поэтому, конечно, тем, кто делает подобные продукты, нужно работать даже, наверное, где-то сильнее, чем тем, кто делает платные. Вот вы сказали насчет дизайна наших газет. Можете чуть-чуть подробнее разобрать? Давайте посмотрим. Как с течением времени изменилось? Прогресс виден? Ну, наверное, вы помните, какие были эти газеты раньше. Ну, такие традиционные газеты в дизайне 90-х. Да, совсем другие были первые полосы, теперь вот такая плакатная, да, первая полоса с большой иллюстрацией, формат А3, с анонсами вынесенными, да, с колонкой. Такая современная верстка, верстка где-то разворотами, да, вот разворотами верстка. Современный подход, и я, по-моему, как бы в курсе, что дизайном издания занимался дизайнер, который работал в журнале Open, да, в университете. Это был очень хороший журнал, и я помню его. Роман Данилович. Да, нам нас удивляло то, что журнал был по качеству лучше, чем многие московские издания, очень современные, да, и здесь, что главное в дизайне газет, да, не какие-то там выверты, не какая-то там верстка вычурная, когда все комфортно, когда он делается быстро, да, когда есть некие подходы, шаблоны полос, когда вот нормальная шрифтовая политика, хорошие, понятные, внятные иллюстрации, да, хорошие, нормальные, понятные форматы материалов. И когда мы положим и другие газеты республики рядом, да, мы сразу увидим, что здесь подход современный, а есть у вас издания, которые, в общем, где-то старомодные, и мы сегодня об этом говорили, я услышал такую интересную вещь, а вот у нас там 10 шрифтов в газете, потому что у нас такая аудитория, это специфика нашей аудитории, ну, у вас вот есть примеры, когда есть совершенно современный подход, и в этом смысле есть на что равняться. То есть другое дело, там контент, надо читать, надо вникать, надо понимать, надо делать анализ, у кого более комплексные подходы, у кого более, значит, расширена конформационная палитра, больше жанров, там более, больше проблем, больше обратной связи, но по контенту, по дизайну вы, несомненно, лидеры, это же видно сразу. Хорошо, а вот на ближайшие годы можете оценить перспективы развития печатных изданий, и республиканских, и вообще мировых изданий? То есть газеты умрут или не умрут? Да. Ну, это как бы самый такой распространенный вопрос, многие газетчики боятся, что они потеряют работу, но если мы посмотрим на УЛУСы, да, на районные газеты, понятно, что пока их заменить нечем. То есть есть, конечно, соблазн, давайте будем дать одну большую газету там для всех, но все равно, конечно, одна газета не способна описать всю жизнь, которая проходит в республике, да, тем более с такой большой территорией, как у вас. Можно держать сапкуров, но это тоже не, как бы, не выход. Очевидно, что будут выходить газеты в маленьких там районах, да, в УЛУСах, это будет по всей стране в ближайшие годы точно, потому что нет сегодня в интернете какого-то понимания, как это можно, чем это можно заменить. Вот то, что касается региональных центров, да, ну, если мы посмотрим на города-миллионники в стране, то мы увидим, что там либо бесплатные газеты, потому что за платные газеты в больших городах люди уже не хотят платить. У них слишком много источников информации. Это кабельное телевидение, это интернет, самые разные проекты, вот, поэтому в больших городах вот это будет модель вашей газеты, да, бесплатная модель, основанная на рекламе, основанном бесплатном распространении, тоже, я думаю, будет, потому что мы видим, что интернет при всем своем многообразии, это слишком такое большое пространство, и ты, когда туда погружаешься, тебе очень сложно сосредоточиться на чем-то одном. Чем хорош номер газеты или журнала? Ты берешь его в руки, и ты получишь, и ты выключаешься из мира, и ты, как бы, начинаешь, как бы, вот в этом вариться. И в этом смысле вот эта модель, она, конечно, будет продолжаться. Другое дело монетизация, да, очень сложно монетизировать, но самые сильные коллективы все-таки смогут, я думаю, смогут монетизировать те проекты, которые есть. Поэтому вот все эти разговоры про то, что вот газеты умрут сегодня или завтра, пока интернет нам не дает ответа на вопрос, как монетизировать интернет-проекты, потому что очень затратная модель, хороший сайт, это очень затратная модель. Что-нибудь плохонькое, да, это может быть, но плохонькое люди не будут смотреть. Но потом, видите, как в последние там несколько лет развиваются социальные сети, социальные сети затмили все. И многие сегодня вообще охладели даже к тому, чтобы ввести собственные сайты, я говорю о редакциях, да. Кажется, что ты пришел в сети, ты выкладываешь там какой-то контейн, ты им задерживаешься аудиторией, и тебе этого достаточно. Но это чужие, как бы, чужие сети, да, и сегодня они, у них одни правила, завтра другие. И поэтому, ну, как бы, нужно об этом все время размышлять. Если мы говорим о бумажных газетах, то большую часть доходов сегодня все-таки все бумажники получают тот продаж рекламы, продаж тиража, там, где это возможно, да, там, где можно заниматься розницей в том числе. И в интернете зарабатывают сегодня пока мало. Если мы хотим все-таки быть устойчивыми, надо понимать, что пока приносят деньги бумажные издания, надо эти деньги зарабатывать на рекламе, да, либо там на продаже тиража. То есть пока особых предпосылок для гибели печатных изданий нет, не видно? Ну, западные аналитики говорят так, что когда типография, когда полиграфическая отрасль прекратит вкладываться в новое оборудование, вот тогда можно говорить о том, что все уже с бумагой. А пока продаются новые печатные машины, пока они там разрабатываются какие-то новые, ведь идет в том числе удешевление каких-то простых полиграфических машин. Пока говорить об этом рано. Тем более журналы. Журналы все-таки не переживают кризисом, насколько я вижу. Хороший и хорошо сделан журнал — это все-таки то, что нужно людям. И часть каких-то газет, особенно в больших городах, конечно, уже сегодня похожи на журналы. По подходам к контенту, по неким жанрам, потому что, ну вот, понятно, что стоимость квадратного сантиметра бумаги растет, растет и газетная бумага, и газета, и полиграфическая, и распространение. Поэтому газета уже не может содержать некие сиюминутные вещи. Контент должен быть достаточно серьезный. Это в интернете можно быстренько там что-то написал, все равно там все это прочтут, забудут. А для бумагу надо купить, надо напечатать, надо распространять. И поэтому то, что здесь попадает, должно быть более-менее высокого качества, тоже близко к журналу. И очевидно, что какие-то самые лучшие издатели, которые сегодня умеют делать вот какие-то такие вечно зеленые материалы, например, там материал, посвященный какому-то человеку, или какому-то явлению, или футбольной команде, или еще чему-то, национальным традициям, это то, что можно читать будет и завтра, и послезавтра, уже подходит к журнальной модели. Скорее всего, эта журнальная модель, как какие-то самые лучшие издатели, в общем, туда придут в формат журнала. Хорошо, Владимир Леонидович, спасибо вам за ваши ответы. Это была передача «Акцент». До свидания.